итак еще раз поговорим об алгоритмах на самом деле за вас уже давно написали алгоритмы такие как алгоритм сортировки алгоритм поиска различные ну и так далее то есть большинство алгоритмов уже написаны вы их можете применять также как и большинство структур данных уже написаны на все случаи жизни но знание алгоритма во первых очень полезно для того чтобы понимать и развивать логику во вторых под каждую индивидуальную задачу нужны свои алгоритмы и соответственно менее мыслить правильно и анализировать это очень важная составляющая итак давайте рассмотрим такую задачку представьте что у вас есть телефонная книга раньше были какие-то такие популярные в америке особенно я видел разные там телефонные желтые справочники в них там по порядку по алфавитному порядку скажем перечислены все имена и номера телефона вот хорошо как нам найти там допустим какого-то там питерсона например пит как нам его найти вот сколько раз нам нужно перевернуть страницы сколько нам действий нужно совершить чтобы найти этого пита вот как мы будем искать ключевой вопрос и как нам его найти смотрите можно открывать книгу по странице то есть первая страница потом вторая страница третья страница и искать но согласитесь если он находится где-то в конце то это будет не очень хорошо тем более мы знаем что в этой книге все упорядочено то есть первое правило перед тем как что-то искать постарайтесь упорядочить информацию да то есть мы можем сортировать данные в массиве например прежде чем искать что-то если это уместно конечно хорошо здесь уже данные отсортированы в алфавитном порядке то есть что мы можем сделать самый быстрый алгоритм для поиска является бинарный поиск то есть мы грубо говоря все время ищем середину вот допустим у нас 1000 страниц вот мы берем и делим все напополам то есть это первое действие одно мы сделали одно действие уже сократили всю книгу на 500 на у нас от вас 500 страниц и либо у нас пид слева в книге то есть грубо говоря до 500 страниц до либо 500 страниц после мы можем просто посмотреть на какой букве мы открыли допустим там буква там я не знаю бей ну допустим мы знаем что п идет дальше соответственно мы отбрасываем вот эти 500 страниц нам они уже не нужны мы уже сократили целых 500 страниц один ход ну за два мы проверили хорошо следующий ход разделяем еще напополам 250 страниц осталось и мы смотрим либо это буква п слева либо справа допустим она опять справа опять мы 250 страниц сократили у нас осталось всего лишь 250 делим напополам 125 страниц и допустим мы нашли что это слева то есть мы сократили вторую часть дальше поделили то что осталось сколько 63 страницы допустим на все две там страницы вот опять там что-то убрали опять поделили опять убрали и фактически таким образом мы с там за 12 шагов грубо говоря где-то так нашли пита нам может повести что пита кажется где-то ближе к середине мы сделаем это за три шага допустим то есть в любом случае если даже количество страниц будет огромнейшее мы сделаем это не знаю за шагов там 50 например не знаю то есть не за миллион шагов да то есть не миллион операций компьютер будет делать а там 50 шагов это значительно сокращает время работы отлично теперь давайте этот же алгоритм рассмотрим вот на языке программирования и так чтобы мы не пугались давайте еще будем рисовать вот я тоже наизусть сразу так и не запишу этот алгоритм давайте рассуждать что вообще здесь происходит так у нас есть обычный какой-то метод binary search в данном случае мы назвали он на вход что должны принять им должен какой-то массив потому что ну допустим массив страницы там вниз не важно что он принимает на вход какой-то объем данных принимает на вход логично дальше искомое значение то есть мы должны передать какое значение мы хотим найти и дальше передать расположение слева и справа грубо говоря если мы нарисуем массив вот у нас массив ячейки массива вот и мы сначала устанавливаем допустим ну говорим что вот это будет левый элемент это будет правый элемент отлично дальше мы говорим что это все будет в цикле цикл будет до тех пор пока левой не станет равным либо меньше правом то есть пока право не станет меньше чем левой либо равны ему то есть что это значит пока вот эти элементы которые находятся по краям не встретятся то есть вот если здесь окажется правой то тогда нужно уже прекращать выполнять потому что дальше некуда думаю это понятно дальше как же мы будем сокращать это все то есть цикл будет длиться пока они не встретятся левый справа хорошо дальше мы создаем какую-то переменную и начинаем делить то есть мы грубо говоря сразу начинаем делить нашу книгу мы берем левой складываем справа то есть мы грубо говоря что делаем правые у нас допустим 50 элемент вот получается ну на насколько я понял сюда приходит именно числа позиций на я могу ошибаться хорошо допустим правой 50 левый нулевой и мы говорим 0 плюс 50 то есть мы грубо говоря сложили все наши элементы только что сложили все наши элементы и делим на 2 то есть мы взяли книгу на 1000 страниц и поделили на 2 нас осталось 500 а в данном случае там допустим 5 на 2 пусть будет почему 5 50 50 на 2 25 25 хорошо 25 и это все мы присвоили в середину то есть мы сказали что мы создали середину и присвоили вот этот результат левая плюс правая на 2 25 то есть мы грубо говоря завели переменную и сказать что вот это у нас будет середина все мы нашли середину дальше что мы должны проверить мы должны проверить является ли искомое значение серединой то есть ну вот вот это число является ли серединой то есть в данном случае мы нашли не количество а мы нашли само число насколько я понял то есть слева и справа и мы нашли само число и дальше мы смотрим рей число хотя нет не число оппозицию да все правильно рэй по позиции такой-то и мы смотрим какое там число то есть что мы смотрим в этой позиции посередине какое значение если там значение равно тому что мы хотели найти вот search все четвали то есть то что мы хотим найти если оно равно середин серединному значению думаю здесь тоже понятно тогда мы возвращаем вот это число то есть фактически все мы завершаем программу и сказали вот мы нашли отлично если же нет и то что мы хотим найти меньше чем то число потому что у нас она упорядочена да то есть не просто какие-то цифры а именно в порядке возрастания допустим 1 2 там 3 неважно вот если она меньше то есть если вот это число середина больше правильно вот то есть получается у нас рей мидал больше чем все четверо если она больше давайте подумаем посмотрим на схеме что значит число больше если вот это число больше чем то что мы хотим найти давайте подумаем если она больше то она должна быть справа правильно если она нет кто больше наоборот вот это больше значит она должна быть слева правильно потому что она в алфавитном порядке все я понял если она бишь меньше все я запутался то мы говорим right равно middle минус 1 то есть где у нас right вот наш right мы говорим что right теперь равен не right не вот это число а то что мы говорили сокращаем книжку на 2 мы переносим указатель грубо говоря на вот этот но мы уже этот посмотрели значит давайте вот этот смотреть минус 1 все мы вот этот будем смотреть вот эту ячейку дальше повторяем то есть в противном случае если это справа то мы говорим что будем искать справа опять левая плюс правая делим на 2 давайте смотреть вот у нас давайте заново нарисую хотя потеряем много хорошо у нас остался вот этот кусочек левая у нас опять 0 правая у нас допустим третий индекс и делим на 2 вот наша серединка получилось опять проверяем искомое значение у нас меньше либо больше если она прям искомое то мы возвращаем если нет тогда мы опять сравниваем больше не меньше и переходим либо сюда либо сюда делим на 2 а уже нет смысла делить потому что левая встретилась справа вот это условие не удовлетворяется и мы нашли если ничего не нашли возвращаем минус 1 единицу вот надеюсь немного было понятно если вы путаетесь как и я то ничего страшного скажем в алгоритмах самое интересное именно правильно понять логику и написать то есть не обязательно писать вот так вы можете написать по-своему можете придумать там более другой алгоритм даже если он будет неэффективным вы можете найти уязвимые места посмотреть как лучше его сделать то есть алгоритм это просто набор действий как именно вы его видите да есть лучшие алгоритмы то есть но никто вам не запрещает найти еще лучше например либо использовать не прям супер быстрый алгоритм хотя бы алгоритм который будет удовлетворять поставленной цели вот то есть иногда не так важно скорость как важен результат вот поэтому все у вас получится подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч